Мы продолжаем серию репортажей о людях, которые сделали все ради победы в годы Великой Отечественной войны. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Красночитайский район к труженице тыла Зинаиде Элеменкиной. И с нами в лагере работали вожатые. До сих пор я их помню, красивые девочки были. Девушки, вот они между собой разговаривали, нам так вслух не говорили. Началась война. В июне 41-го Зинаиде Элеменкиной было 11 лет. Она хорошо помнит, как старших ребят отправили достраивать дорогу в Ядринском районе. А ей, маленькой девочке, пришлось управлять телегой с лошадью. На обратном пути выпало колесо. Колесо надо вставить, дужку делили, поставили. Вот тяжело было как. Силы не хватает, маленькие. Тяжелый труд изо дня в день. Так прожила Зинаида Максимовна всю войну. Девочка научилась косить траву, готовить сено на зиму, собирать картофель. Только им и питались. Целый день на картошке. То картошку сухую варим, картошку в воде варим. По-разному научились. А хлеба не было. Без хлеба. Даже соли не было у нас. Как мы жили, не знаю. Хлеб вскоре появился. Правда, пекли его не из пшеницы, а из картошки. Маленькая Зина научилась и этому. Тёртую картошку. А потом эту тёртую картошку, картошку, месить надо, месить надо, месить надо сухим, сухим крахмалом. И ставили в печку. Вот получается хлеб крахмальный, то есть картошный, очень вкусный, белый такой, пышный. Такие маленькие хитрости помогли пережить войну. После победы над немцами получила образование. Я учительский институт. Туда называлась после войны. Скоро спелый институт. Нас готовили за два года. А потом кончила в Горьком. В студенчестве познакомилась с будущим мужем, Валерианом. Он прошёл всю войну солдатом, получил орден Отечественной войны. После свадьбы работали учителями в одной школе. Она преподавала географию, хон, географию, биологию и пение. У Зинатына Максимовны, конечно, я не училась, но Валериан Иванович был моим учителем музыки. Он руководил школьным хором. Я в этом хоре пела. Спустя годы ученицы и учителя стали друзьями. Помогают друг другу и поддерживают. Я бы как хотела, чтобы войны не было. Как войны не было.